Войня в Княжичах. Под Киевом правоохранители перестреляли друг друга. Что за внутренние войны раздирают силовиков и почему о трагедии молчит министр внутренних дел? Последний приступ законотворчества. Восемь дней до депутатского отпуска. Что успеют сделать для страны и что для себя? Под тенью мантий. Кто превращает украинские суды в частные предприятия? И как выгнать из системы бриллиантовых прокуроров и судей? Лечить или залечить по-новому? Оздоровлением или вымиранием нации обернется для Украины стартовавшая реформа медицины. В гостях у сказки. Почему российские спецслужбы прописали столь смешную роль для Януковича на допросе? В эфире подробности недели. Я Алексей Лихман. Здравствуйте. Вы заметили, наверное, что эти семь дней стали одними из самых спокойных в стране за последнее время. Уже две недели не было пленарных заседаний Верховной Рады. Политики готовились на следующей неделе обсуждать госбюджет. Но случилось то, чего никто не ожидал. Перестрелка в Киевской области и пятеро погибших полицейских. История настолько же скандальная, насколько и непонятная. Как могли спецназовцы не узнать своих коллег из другого силового подразделения? Почему одна часть системы МВД не знала, какую спецоперацию проводили сотрудники из другой части МВД? Что конкретно спровоцировало стрельбу и кто конкретно будет теперь за все это отвечать? Наверное, вся следующая неделя пройдет в попытках разобраться в этой истории. Ну, а мы начнем с места событий. Руслан Смещук побывал там. Эта трагедия произошла в поселке Княжичи под Киевом. По официальной версии было так. Рано утром столичные оперативники при поддержке спецназовцев Корда готовились к задержанию группы вооруженных грабителей. В этот момент в одном из соседних домов сработала сигнализация. На место выехала группа полиции охраны. И наряд принял оперативников за вором и попытался задержать. За операцию вступился спецназ. И тихая сельская улочка превратилась в поле боя. Уже известно, в ход пошли автоматы и светошумовая граната. Полицейские из полиции охраны прибыли на место. И на месте затримали двух человек, которые были оперативными работниками полиции. И в этот час произошла перестрелка между ними. Наследок этой перестрелки пятеро загибших. Эта перестрелка, как и озвученная официальная версия, вызывает множество вопросов. Как силовики не узнали друг друга? Ведь были в форме. И почему полицейских и службы охраны расстреляли в маркированной машине? Большинство местных жителей, даже те, кто живет совсем рядом, о случившемся узнали из интернета и теленовостей. Мол, все произошло перед самым рассветом, когда сон крепче всего. Сосед у меня позвонил в Зеленой улице. И он уже в интернете прочитал. Я говорю, ты слышал что-то? Я говорю, я ничего не слышал. И потом уже начал звонить в Киев, чтобы там... Да и мне уже идут 112-й показывает. Вот это такая произошла. В эту ночь погибли пятеро правоохранителей. Евгений Куртьев, младший инспектор Броварского межрайонного отдела управления полиции охраны. Александр Маника, оперуполномоченный управления оперативной службы главного управления нацполиции в Киеве. Сергей Орлов, младший инспектор Броварского межрайонного отдела управления полиции охраны. Юлиан Рудько, оперуполномоченный управления оперативной службы главного управления национальной полиции в Киеве. А также майор Виталий Валецкий, начальник отдела управления города главного управления нацполиции в Киеве. Позже телеведущий, в прошлом сотрудник МВД Константин Стагний, в своем аккаунте в Фейсбуке озвучил версию о том, что перестрелка – это конфликт двух подразделений МВД. И в этой трагедии есть криминальная подоплека. Потом Стагний добавил, что в Броварской больнице скончался шестой правоохранитель. Но подтверждения этому пока нет. Уже отреагировали на трагедию эксперты и отставные силовики. Вину за произошедшее они возлагают в первую очередь на руководство МВД, которое не смогло наладить нормальную работу и координацию между разными подразделениями министерства. Должен был быть создан штаб, который бы постоянно держал с ними связь. Что надо много ума, чтобы предвидеть, что в том районе живут зажиточные люди и поставили на сигнализацию, это надо было предвидеть в штабе. Не могут вооруженные люди, не зная друг друга, курсировать. Но это рано или поздно приведет до каких-то чрезвычайных происшествий. Это демонстрация коллапса управленческой функции, национальной полиции, МВД в целом. На самом деле, при хорошей организации, это произошло в регионе Киевской области, где есть свое управление, где есть оперативная дежурная служба. И не может быть так, чтобы на одном пятаке работали разные службы по разным задачам, но при этом оперативный дежурный не имел бы сведенной картинки. Это абсурд, это нонсенс. Расследованием этой резонансной трагедии будет заниматься Генеральная прокуратура. На данный момент открыто производство по статье «Умышленное убийство группы лиц». Позже временный глава нацполиции на экстренном совещании президента с силовиками Вадим Троян заявил, «Спецоперация в Княжичах» была направлена против организованной преступной группировки, в которую входили и имеющие отношение к правоохранительным органам. Уже понятно, что в этом деле целый ряд темных пятен. И вопросы пока без ответов, которые легко скрыть под грифом «секретно». Руслан Смещук, Сергей Ведмить, Олег Решетняк. Подробности недели в телеканал «Интер». Президент уже провел совещание с руководителями силовых ведомств, выразил соболезнования семьям погибших правоохранителей и взял расследование под личный контроль. Я гарантую, что расследование пройдет честно и неупередженно. Я гарантую, что мы сделаем все, чтобы соответствующие службы сделали необходимые висновки. Я уверен, что в Генеральной прокуратуре хватит потенциала для того, чтобы привести винных к ответственности. И общество про это имеет право и будет знать. Последование будет под моим личным контролем. Мне рамком доповели и министр, и Генеральный прокурор. Выложены все необходимые материалы, выложена вся оружие. Затриманы все участники. Идут безперервные допиты. Я сподеваюсь, что в очень короткий термин истина будет установлена. И те, кто винен в выдаче наказов, которые привели до таких трагичных наследов, будут сто процентов притягнуты до ответственности. Вы обратили внимание, на совещание у президента не было министра внутренних дел Арсена Авакова. И от него самого никаких заявлений по поводу трагедии пока не прозвучало. На сайте МВД лишь появилась новость о том, что расследованием займется замминистра Сергей Яровой. Потому что глава ведомства якобы сейчас находится с визитом в Канаде. Никаких подробностей об этом визите на сайте нет. Как и сообщений о том, что министр решил прервать визит и вернуться в Украину. Как это делают топ-руководители в случае подобных трагедий. Ну а последняя новость на сайте МВД о деятельности самого министра здесь, в Киеве. О встрече с послом Германии еще 2 декабря. Молчание и в обычно многословном фейсбуке министра. При этом президент сказал, что министр МВД успел ему доложить о произошедшем еще утром. И по нашим данным Аваков должен приземлиться в Канаде после 22 часов по Киеву. Это означает, что вылетел он не позднее 8 утра. Когда о случившемся уже было известно. Мы попросили помочь нам разобраться в этой запутанной ситуации Кирилла Куликова, экс-главу Национального центрального бюро Интерпола в Украине. Здравствуйте, Кирилл. Спасибо, что согласились прийти. И Сергея Каплина. Проходите Сергей, лидера социал-демократической партии. И вас я приветствую, Сергей. Как я уже сказал, ситуация запутана. По вашей оценке, что все-таки произошло? Почему началась стрельба? Кто из вас какие предположения может высказать? Кирилл. Ну, Алексей, начнем с того, что предположение делать, ну, мне кажется, рано. Должно отработать профессиональное следствие. И самое главное, тут я буду поддерживать, уверен господина Каплина, что это следствие должно быть не из деградировавших структур МВД. Это следствие хотя бы должно быть прокуратуры, должно быть других органов. Я бы, честно говоря, учитывая резонанс происшествия, обратился бы, вот, ну, наездил, например, генпрокурор там, в ГААГу, там есть следователи. Я бы обратился в международной организации криминальной полиции Интерпола, обратился в Европол, для того, чтобы было бы какое-то доверие тому следствию, который будет проводиться. Мы говорим о доверии. Вызывает ли доверие первая версия, которую на гора, через несколько часов после трагедии, выдал Антон Герасченко, советник министра МВД? У меня не вызывает доверие фамилия Антона Герасченко. Но, все равно, вот он наговорил, у него была, как ему казалось, логичная, стройная версия. Сразу же и эксперты, и рядовые блогеры в Фейсбуке нашли в ней ряд нестыковок. Ну, например, почему спецназовцы не могли не знать, по кому они стреляют. Были опознавательные знаки, мы знаем, что были машины, которые приезжают на вызов. ДСО, да, на них крупными буквами это написано. Почему бронежилет, люди были в бронежилетах, так почему же был тогда открыт огонь? Здесь, по моему мнению, Алексей, Кирилл, здесь ситуация и проблема намного глубже. Я, как всегда, прямо скажу, Аваков убийца. На его совести десятки тысяч людей, которые погибли на Нонбассе. Сотни ребят из полиции, которые погибли после так называемого начала реформ в украинской полиции. Когда начинали события на Нонбассе, вы помните, необходимо просто было собрать в один кулак волю и навести порядок в регионе. Нет, они вместе с Шайкой своих членов банды, Гераченко и компания, начали заниматься политикой, политизировали этот процесс. Они проявили, они начали жевать сопли вместо того, чтобы наводить порядок. Вторая составляющая. Когда пришло время реформировать украинскую полицию, когда вынули последние копейки из кармана простого украинца, для того, чтобы изменить эту систему, правоохранительную систему, они разворовали. Помните, мы с вами первые на интере здесь заявили о преступлении, связанных с рюкзаками и так далее. Извините, вы неоднократно уже об этом говорили, но трагедия все-таки произошла. Вы верите в быстрое и самое главное объективное расследование? Если сейчас после рюкзаков коррупции, крышевание казино, проституции, наркоты, чем занимается сегодня реформированная полиция по всей стране, мы не завершим это расследование, это жирная точка существования нашей страны. Понятно. Еще один вопрос вам обоим. Куда пропал сам министр? Ведь если лично президент говорит о том, что ему утром Аваков об этом докладывал, мог ли Аваков уехать из страны? Почему он не прервал свой визит? И нет такого ощущения, что министр просто прячется от этой ситуации? Во-первых, я с вами согласен. Во-вторых, более широкий вопрос. Я позвонил ряду своих коллег иностранных. Например, спросил у ребят из израильской полиции. Скажите мне, что бы было, если бы произошла такая трагедия в Израиле? Человек говорит, ну, министр внутренних дел, он как бы фигура несколько отодвинута. Но то, чтобы директор национальной полиции Израиля уволен, все министерство перешертили, был бы такой, чтобы... Но первое, что бы произошло, вышел бы премьер-министр Израиля и обратился к людям. Было бы чрезвычайное собрание кабинета министра в Израиле. Они бы обсудили, что произошло под камерами. Почему у нас кабин сегодня не заседал? У нас заняты, у них воскресенье, викенд. Почему такие события? Президент страны, как бы вы к нему ни относились, сидит и общается с заместителями. Ни генеральный прокурор, ни глава национальной полиции, ни глава службы. Президент и замы. Но такого не было никогда. Мы длительное время закрывали глаза на кратный, несколько кратный рост преступности в нашей стране. Неоднократно. На всех передачах, там черное зеркало, подробности, 112, Нюссан, все каналы региональные, все вопили. Страна погружается просто в полную криминализацию. Бомбят каждый день дома. Об этом знают все киевляне. Киевская область сегодня просто дрожит каждую ночь в ожидании преступников. Квартира, одна, вторая, третья. Никто не успевает с этим бороться. Послушайте, этот подонок, эта сука просто довела до предела ситуацию в этой стране. И он просто должен был отставлен. Я извиняюсь за свои эмоции, но, если завтра война, мы же прекрасно с вами понимаем, после нового витка агрессии на пресс-нар России, мы не сможем объявить военное положение. И большая часть груза обязанностей по сопротивлению возложится на министра внутренних дел и министерства, национальную гвардию. Кто будет защищать моих детей? Его детей? Аваков? Его нужно гнать. Страна вот это все замечает. И отсутствие Авакова, и вообще трагедия в княжичах, она просто сколыхнула сегодня в соцсети. В фейсбуке сотни пользователей выражают свои соболезнования родным и близким погибшим, а вот в адрес руководства МВД и лично Арсена Авакова звучат крайне негативные комментарии. Юристы, дипломаты, политики и просто обычные пользователи винят в случившемся именно министра и его завов. В обществе уверены, что руководители МВД виновны в снижении профессионализма правоохранителей, росте коррупции, провале реформы и недостаточной координации между подразделениями. Многие пользователи уже призвали Авакова и все руководство Министерства внутренних дел уйти в отставку. Отреагировал на случившееся и нардеп Мустафа Найем. Он один из вдохновителей реформы полиции, лично участвовал в запуске патрульной полиции во многих городах и вот сейчас в фейсбуке довольно подробно расписал все самые спорные моменты того, что произошло в Княжичах. Что было нарушено взаимодействие подразделений полиции и то, что спецназовцы должны были распознать своих, а не просто открывать огонь. И главное, Найем опасается, что материалы по этой трагедии будут закрытыми, мол, все может ограничиться только служебным расследованием, о результатах которого никто так и не узнает. И на акцию с требованием отставки Арсена Авакова вышли активисты Автомайдана. Дескать, за три года министр саботировал процесс переаттестации правоохранителей, а вместо реформ занимается зарабатыванием денег, а на ключевые должности назначает своих. К дому Авакова автомайдановцы пригнали мусоровоз. Высокий забор обклеили стикерами, а двор забросали рюкзаками, чтобы напомнить коррупционный скандал вокруг так называемых рюкзаков Авакова. Но, впрочем, это уже далеко не первая попытка отправить министра внутренних дел в отставку. Скандалов и вокруг самого Авакова, и вокруг его соратников, и вокруг министерства было уже очень много. И все эти скандалы Аваков пережил. Вот только некоторые из них в нашей справке. Ночь на 7 февраля. Именно тогда разразился самый громкий скандал с полицией. Патрульные устраивают по Киеву бешеную погоню за БМВ. И в результате открывают огонь по машине. Шальная пуля ранила 17-летнего пассажира. И позже парень умер в больнице. А патрульного Сергея Олейника взяли под стражу за превышение служебных полномочий и умышленное убийство. Руководители МВД вышли сухими из скандала. После этого были десятки жалоб на новую полицию и десятки, если не сотни, аварий с мигалками. Патрульные «Приусы» стали героями дорожных сводок ДТП. 25 сентября. Двое патрульных хладнокровно убиты в Днепре. Полицейские остановили автомобиль за нарушение. За рулем оказался бывший служащий батальона «Торнадо», находившийся в розыске. Он выхватил пистолет у патрульного Артема Кутушева и выстрелил сначала в него, а потом в его коллегу Ольгу Макаренко. Жизнь молодых ребят могли бы спасти обычные бронежилеты, которых на них почему-то не оказалось. Но никто из руководства не понес наказание. 30 августа. В Кривом озере Николаевской области при невыясненных обстоятельствах скончался местный житель Александр Цукерман. Односельчане обвинили в этом полицию, заявив, что патрульные забили его до смерти на глазах у семьи. Расследование этого дела идет со скрипом. Арестованных трое. Подозреваемых уже четверо. Многие тогда требовали отставки главы МВД. Еще один громкий скандал с участием на этот раз сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра. В начале этого года в интернете появилось видео, снятое якобы еще в 14-м в кабинете тогда зама Авакова Сергея Чеботаря. На видео человек, очень похожий на сына министра, договаривается о поставке для Нацгвардии рюкзаков его фирмы. Сумма сделки 15 миллионов гривен. Аваков-старший все опроверг, назвав тендер безупречным. Сам Сергей Чеботарь еще весной прошлого года уволился из МВД после скандала с нападением на журналистов, снимавших репортаж о его имении под Киевом. Гинпрокуратура открыла против бывшего зама дела по подозрению в коррупции. И речь шла о махинации с речным песком на более чем 20 миллионов гривен. Однако пока что расследование пробуксовывает, а Чеботарь покинул страну. Продолжим общение с нашими гостами. Скажите, нет ли у вас ощущения, что министр будет сидеть в этот раз в Канаде, пока вот этот скандал не перекроют другие какие-нибудь яркие события? Возможно, и искусственно созданные. Я сомневаюсь насчет того, что он будет сидеть в Канаде. Ему и так ничего не угрожает. Сегодня на одном человеке по фамилии Аваков держится непонятная парламентская коллиция, держатся все посты. Они за них держатся, держится этот парламент. И поэтому они будут... Президент призвал не делать из этого каких-то скоротечных выводов, не вмешиваясь в тяжелые времена. У нас все время тяжелые времена. У нас президент все время призывает нас почему-то. Пусть он Авакова призовет. Пусть он призовет своих партнеров по коалиции. Кроме того, посмотрите, очень интересная ситуация. Вот вчера, например, Онищенко, который Кадыров, он давал показания против президента, но они были в сторону больше Авакова, Народного фронта. То есть он говорил о том, что его президент убеждал о том, чтобы сняли партнера Авакова, не премьер-министра, не политика, а именно партнера Авакова, Яценюка. Сегодня весы качнулись в сторону против Авакова. И вот так вот у нас все время. А народ у нас статист. Он уже начинает формировать общественное мнение. Вот один из его приближенных, Зорин Шкиряк, сегодня сказал, что сначала должно быть расследование всех обстоятельств, а потом только поднимать вопрос о смене руководства МВД. Как вы к этому говорите? Алексей, на уважаемом канале, уважаемым ведущим, обсуждать Зорина Шкиряка... Я обсуждаю не Зорина Шкиряка, а подготовку общественного мнения команды Авакова. Подготовку общественного мнения. Какая команда, такое и общественное мнение. В этой стране все прекрасно понимают, что из себя представляет сегодняшняя структура. Уважаемого ведущего, родственное спасибо. Сергей, вот вы у себя в Фейсбуке призвали к отставке Аваковой, трое нас заодно, и пообещали зарегистрировать постановление Временной Следственной Комиссии Рады, для расследования вот этих трагических событий. Правильно цитирую. Вы сами верите, что депутаты примут такое решение? Я не могу не верить. Мы должны бороться. Мы зарегистрируем и Временную Следственную Комиссию, первое. Второе. Мы зарегистрируем отдельно рабочую группу, потому что, к сожалению, великий спикер Порубий сегодня делает все, чтобы ни одна Следственная Комиссия не была создана и вообще отстранить депутатов, которые обязаны в парламентской, президентской республике осуществлять надзор и контроль от неких им характерных функций. Второе составляющее. В стране Народный Фронт, партия Народный Фронт, осуществила недавеча переворот. Они полностью контролируют и шантажируют президента, премьера, правительство и парламент. Вся эта банда е-декларантов, которые задекларировали миллионы, десятки миллионов долларов, боится потерять мандат и пристать перед законом. И Народный Фронт сегодня нуждается в крыше. Это крыша Арсен Аваков. Это бандит. Его окружение бандитское. Зорян Шкиряк, посмотрите на это чудовище. Посмотрите на Герача. Я уверен в том, что мы сегодня должны делать полную перезагрузку и добиться результата. Давайте все-таки вспомним о том, что мы обсуждаем. Кирилл, ну вот, а есть ли расследование к трагедии ни к чему не приведет? Вы неоднократно уже говорили, что расследовать-то у нас на сегодняшний день некому, что профессиональных следователей у нас не осталось, их заменили только друзья Авакова. Это ваша цитата. Не перевираю. К сожалению. И тогда что, если Аваков его приближенный... Вы создаете группу. Он говорил Москаль. Они могут сохранить и дальше контроль над системой МВД? Они сегодня не контролируют систему МВД. Они сегодня контролируют бандформированиями, которые в определенный момент мы назвали добробаты. И вот эти добробаты работают в областях. То есть, я не хочу говорить, я бы хотел отделить героизм людей от парамилитаристических формирований, которые ходят по Киеву с факелами, которые на сегодняшний день участвуют во всех рейдерских захватах, которые на сегодняшний день, извините меня, берут суды. И это все контролируют, которые на сегодняшний день поджигают вас. Но без профессионализма-то ведь сегодняшняя история не разобраться. Ну так возьмите Москаля, верните, пусть он возглавит эту группу, пусть к нему туда войдет Паскал. Они за два дня раскроют, что там было на самом деле. И молчать не будут. Вы же поверите, что Москаль, вот единственный, кто молчать наверняка не будет в этой ситуации. Расследовать это элементарно, просто надо для этого политическая воля. А нам будут рассказывать о том, что... Ну, за политическую волю у нас здесь отвечает сегодня в этой студии Сергей Каплин. Мы будем ждать от вас обещанных постановлений, которые вы обещали. Я еще раз хочу повторить свои слова, которые я сказал в начале своего выступления. Если сейчас из поста министра внутренних дел и из политики в целом не будет изгнан Аваков, это начало, конца этой страны, будет гражданская война. Люди встанут бороться против этих подонков для того, чтобы очистить страну и дать путь, дать дорогу новым силам, которые должны изменить ситуацию в стране. Спасибо, Сергей. Мы вас услышали. Спасибо вам за эти ответы. С вами я прощаюсь. Сергей Каплин, лидер социал-демократической партии Украины. Вас, Кирилл, я еще попрошу остаться. Еще ответите на несколько моих вопросов. Хочу сейчас обратиться к зрителям. Понимаете, дело даже не в том, где, казалось бы, известное дело, даже в том деле, где известны и заказчики, и исполнители, и все доказательства очевидны. Наши правоохранители до сих пор не могут довести до конца. Три года прошло после трагических событий на Майдане. И до сих пор, без приговора, до сих пор на скамье подсудимых всего пять беркутовцев. Их командир Дмитрий Садовник, который мог бы рассказать многое, сбежал. А одним из главных свидетелей, вовсе не подозреваемым, неожиданно оказался президент-беглец Виктор Янукович. Минувшую пятницу, наконец, состоялся допрос ростовского профессора, превратившийся в настоящее шоу. Янукович по бумажке зачитал свои обвинения в адрес украинской власти. Правда, как оказалось в ходе допроса, главные события тех дней он уже не помнит. Так кому же и зачем нужен был этот допрос? Три года спустя после Майдана президент-беглец, наконец, дает показания. Правда, лишь как свидетель. Прямая трансляция из ростовского суда, обмен любезностями между судьями. И вот Януковичу микрофона. Виктор Федорович, вы ранее притягивались до криминальной ответственности? Нет. Профессора Януковича приводят к присяге. Правда удается не сразу. Повторюйте за судом. Я призвищаю имя по-батькови. Я Януковичу микрофона. Присягаю говорить суду правду и лише правду. Присягаю говорить суду, лише правду. Правду и лише правду. Дякую. Уже после вступительного слова становится ясно. Если повторять текст присяги, любитель страусов готов не был. То к выступлению подготовился исправно. Или его подготовили. Начинает с событий 20 февраля. Но главный вопрос, который интересует обвинение. Давал ли Янукович приказ стрелять? Я не так вам, не я как красиво. Стреляй ты. Будь кого. Дальше амнезия свидетеля лишь усиливается. Он не помнит ни событий на институтской, ни разговоров с Кремлем. Про что доповедал колишний министр обороны Лебедев с засобами урядового связка у период с 6.41 по 6.42. Я не помню такую ситуацию. Взагалі. А дальше и вовсе как в тумане. Скажите, будь ласка, каким чином о третьей године 51 хвилину 23 лютого 2014 року вы опинились на территории Российской Федерации? 23 числа 22 числа 22 числа мы попались в нарывок Крима в районе Мелитополя. Мы попались фактически на засаду, яка была в 5 километрах от нас. Они были построены автоматичною строю. Каким чином вы опинились в России? Сегодня это было очень сложное. Виктор Федорович, я не почувствовал ответы на вопросы. Каким чином вы опинились в Российской Федерации? О третьей 51. Вы сами перезапитаете. Такие ответы начинают вызывать смех собравшихся в украинском суде. Скажите, будь ласка, чи нема у вас будь-яких хвороб, які можуть впливать на память, чи нормально вона функционирует на данный момент? Вопросы остаются без ответа. То ли намеренно, то ли случайно Янукович рассказывает о своем участии в подготовке захвата Крыма. И в лучших традициях российской пропаганды добавляет душесчипательную историю. Вступал человек, которого пронизали по дороге с Киевом в Черкасской области. Его выкинули с машины, машину спалили. Его заставляли ездить скло. Испевать гимн Украины. И кричать слава Украине. Допрос Януковича длится 6 часов. Главное вопросы, кто и кому давал приказы стрелять в митингующих. Кто разогнал студента в ночь на 1 декабря. Так и остались без ответа. Ровно как и то, кому и зачем нужен был этот допрос. Алексей Пшимыски. Подробности недели. Телеканал Интер. Продолжаем общение с Кириллом Куликовым, экс-главой Украинского бюро Интерпола. Кирилл, ну вот мы посмотрели сюжет, слушали мы все показания Януковича в этот вторник. Вопрос такой, а что дальше? Ну допросили Януковича, зачитали ему новое подозрение. Это поможет его осудить или хотя бы осудить Беркутовца? Начнем с того, что очень многие юристы на этой неделе давали правовую оценку предъявленных Януковичу обвинений. То, что дело об измене родине, оно железное, можно доказать это совершенно. Но здесь вступает криминальный процессуальный кодекс. Тут был ряд, я буду очень корректен в этом выражении, ряд спорных моментов. И будем смотреть, как оно придет, потому что, как и все граждане этой страны, я надеюсь, неважно на какой они стране были, все мы ожидаем, что преступники, люди, совершившие, точнее подозреваемые в совершении преступления, будут покараны. И так должно произойти. Что мы ждали от Виктора Федоровича? Ну извините меня, пожалуй, но он же не академик Лихачев. Мы же все прекрасно понимали, что Виктор Федорович будет блеять 4 часа. Мы единственное, что ожидали, когда он нам расскажет, что в таких-то числах ко мне пришли там. Лидеры Майдана. Одного звали Кличко, другого звали Яценюк, третьего звали Тегнебок. Мы с ними все порешали. Кого, куда, кому, сколько, кто, где выдавал. Это было вопрос. Мы ждали от него, когда он это расскажет. Помните, Майдан у нас постоянно колебался. Люди стояли, люди ложились под машины, под танки, людей заливало. А лидеры сидели на втором этаже в доме профсоюза. Вы и кушали бутерброды? Ну, ходили слухи, что если у него даже в багажнике туда приезжал. Я не знаю, в чем он приезжал. В багажнике хорошее место. Я тут соглашусь. Ну, он компактный в хорошей машине мог, наверное. Он сидится, не знаю, за достоверность не ручаюсь. Это просто слухи. Но все-таки осуждение беркутовцев, его хотя бы можно ждать. Многие из них, кстати, говорят, до сих пор сидят в системе ММД. Ни один командир подразделения милиции на себя бы дать команду, применять оружие не взял. Он бы застрелился. Он бы ждал, пока их расстреливали. Он бы на себя команду стрелять не взял бы. Ни один. Я видел это на личном опыте. Почти три года уже прошло. Как вы оцениваете по прошествии этих трех лет расследование про преступления против Майдана? Или вот эти все заявления о том, что следствие активизировалось, у нас есть новые данные, это все снова приурочено к очередной дате? К сожалению. Короткий, емкий ответ. Но спасибо, что честно. Кирилл Куликов, экс-глава Украинского бюро Интерпола, был гостем подробностей недели. Кирилл, благодарю вас за ответ. Спасибо вам. Ну, и история с полицией может существенно изменить политическую повестку недели на Грушевского. До этих событий главным предметом кулуарных схем и торгов ведь был бюджет 2017. Его и еще десятки срочных законопроектов депутаты должны втиснуть 8 рабочих дней до конца этого года. Как обещали МВФ, иначе там денег не дадут. Вот только как поместить в скромные депутатские трудодни такое количество спорных решений? Что точно примут и до чего руки избранников не дойдут, все расскажет Павлина Василенко. Вот так выглядит ударный рабочий график народных избранников. В этом месяце у них 8 дней. Вы говорите 8 дней, а мы говорим 2 тижни. 2 тижни, то намного больше, чем 7 дней. Из них две пятницы, работать в которые депутатский грех и парламентский зал к концу дня обычно выглядят так. Да и на среды особо рассчитывать не приходится. Депутаты полдня пропадают в комитетах, и зал под куполом тоже часто выглядит вот так. И так остается 4, бесспорно, активных депутатских трудодня. Будет горячее. Вопрос номер один в повестке дня, бюджет 2017. Его на рассмотрение парламента Кабмин внес феноменально рано, еще в конце сентября. Документ за осень значительно изменился. И на следующей неделе депутаты продолжат торги. Вот тут мы побачим в двухторых початках, ну а чи есть голосы или нет, в коалиции сейчас совершенные переговоры. На сегодня большинство фракций не готова голосовать за этот бюджет, который мы считаем нечестным, несправедливым, и он просто не сходится. Это не ситуация с прошлого года, когда я это не показывала нам книжечку в ночи, а депутаты смотрели на квитки. Принимать бюджет под Новый год – многолетняя традиция украинских слуг народа. Им бы день простоять до ночи продержаться. В 2014-м мотивировать депутатов в Раду приезжал даже президент. Не помогло, торговались до последнего и документ приняли все равно под елку. Добрый вечер, добрый ранок, добрый день. Некоторым депутатам это стоило сна, а возможно и сгоревших путевок. Порубий же обещает свести дебет с кредитом уже 8 декабря. Но неясно, будут ли в доходной части 10 миллиардов гривен Януковича, заврать которые хотят, приняв закон о спецконфискации. Но закона-то еще нет. Вот и получается казус. Чтобы проголосовать за бюджет в целом, нужно одновременно принять и закон. Удастся ли? Это неправильная вещь, которая угрожает нам всем по поводу права человека и конфискации у каждого нормального гражданина. И этим можно будет пользоваться, особенно без действующей судовой системы нормальной. Поэтому за это мы голосовать не будем. Наша фракция могла бы поддерживать этот законопроект за условием, если бы там четко была условием, про то, что его положение застосовывается только для тех ценностей, для тех денег, которые, в частности, награблены режимом и функционерами режима Януковича. Второй спорный момент – зарплаты и пенсии. В новом бюджете минимальные зарплаты повышаются вдвое, пенсии нет. А на борьбу за социальную справедливость нужно рабочее депутатское время. Но, несмотря на его дефицит, без бюджета на 2017-й страну не оставят. Но как втиснут в скромные 8 дней остальные грандиозные планы? По меморандуму с МВФ до конца этого года Украина должна принять десятки непростых законов, разрешить прослушку для НАБУ, усовершенствовать налоговое законодательство и решить вопрос с землей. Что касается других законопроектов, которые требует МВФ, можно увидеть, в принципе, то, что и уряд, и НБУ, в принципе, уже смирился, что денег не будет от МВФ. Кроме МВФ, Украина еще и ЕС кое-что пообещала. А именно, снять запрет на экспорт необработанной древесины в обмен на 600 миллионов еврокредита. Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер анонсировал, что наши политики готовы пересмотреть мораторий в ближайшие несколько недель. Мы ожидали, наконец, этот безвиз. У нас не вышел безвиз, у нас получился безлис. Вот, по большому счету, тот тезис, с которым мы входим в сегодняшнее бюджетное формирование. Если будет отменен мораторий, я просто не представляю, как это сделать, мы костне рядом, чтобы это не произошло. До чего, кроме бюджета, все-таки дойдут руки у депутатов, так это, возможно, до пенсионной реформы. Еще нужно принять пакет законов о реформе медицинской, а также полсотни социальных законов. Успеют ли все и не появятся ли новые срочные законопроекты? Доживем до понедельника. Согласительный совет покажет. Павлина Василенко, Владимир Дедов, Василий Миновщиков. Подробности недели. Телеканал Интер. Успеют ли депутаты справиться с заданиями, в том числе полученными и из кабинета министров, поговорим с Александром Стоенко, министром кабинета министров Украины. Здравствуйте, Александр. Спасибо, что пришли. Но прежде, позвольте, я задам вам все-таки пару вопросов по поводу случившейся сегодня трагедии и странному отсутствию министра Авакова. Скажите честно, вы как министр кабинета министров знали о планировавшейся поездке, командировке министра МВД в Канаду? Вы знаете, я думаю, что в первую очередь мы должны обсуждать этот инцидент как ужасную трагедию, вследствие которой погибли молодые ребята. Я думаю, что сегодня было совещание у президента и завтра этот вопрос будет вынесен на соответствующее заседание или совещание правительства. Александр, но все-таки, когда была запланирована командировка Арсена Авакова в Канаду? Вы можете ответить? Я думаю, что мы будем завтра знать все. Организованно даже. Ну, я думаю, что мы завтра продискутируем и будем уже знать все подробности. Вы понимаете, почему я спрашиваю? Министр Аваков достаточно публичный политик, я бы даже сказал, фейсбук-ориентированный политик. Мне кажется, что иногда он даже селекторное совещание проводит своими постами в фейсбуке. За последнюю неделю, две недели, ни одного сообщения о том, что он собирается ехать в Канаду. Это нерядовое событие для даже министра внутренних дел. На сайте Министерства внутренних дел нет ни одного сообщения о планировавшемся визите за последнюю неделю министра внутренних дел в Канаду. На сайте Кабинета министров Украины нет ни одного сообщения о том, что один из членов Кабмина отправляется с деловой поездкой в Канаду. Более того, я вам скажу, на официальных страницах ни правительства Канады, ни национальной полиции Канады нет ни одного сообщения о готовящихся встречах с министром украинским. О чем это может говорить? Не была ли создана эта поездка сегодня? Как вы думаете? Если честно, я не верю в такую версию, что это была сегодня созданная поездка. Я думаю, что преждевременно сегодня давайте какие-то комментарии. Давайте дождемся завтра снего утра. Я думаю, будут уже известны все факты, в том числе касательно поездки министра внутренних дел. Ну и последний вопрос к вам как к министру. Ваш коллега знал о том, что случилось перед тем, как сесть в Канаду. Об этом сказал президент Украины. Он сказал, что Аваков ему доложил о случившемся. Вы, если бы в вашем ведомстве, не дай бог, произошло что-то подобное, отменили бы визит? Вы знаете, по той информации, которая у меня есть, я знаю, что министр Аваков был сегодня уже утром в полете. И надо будет уточнять, опять-таки, когда произошел взлет и знал ли он, допустим, эту информацию до того, как принял решение по вылету. Опять-таки, надо анализировать причины и цели его командировки. Ну понятно. Извините, что вам пришлось отвечать за действия вашего коллеги по Кабинету министра. Вернемся к нашей теме, которую мы хотели обсудить. Вот за эти 8 рабочих дней в декабре, что удастся, а что не удастся, по-вашему, принять нашим депутатам? На принятии каких законопроектов 100% будет настаивать Кабинет министров? Чего вы будете от них требовать? Ну, вы знаете, в первую очередь мы ждем, наверное, как и вся страна от парламента, принятие наиболее важных законопроектов, связанных с принятием бюджета, государственного бюджета. И эти законопроекты уже стоят в повестке дня на вторник. Это целый ряд изменений в ряд законов, в том числе в бюджетный налоговый кодекс, который позволит нам подготовить и поддержать закон про бюджет на 2017 год. Я думаю, это будет самая ключевая задача Кабинета министров. И у нас достаточно конструктивный диалог с парламентом в отношении подготовки и рассмотрения этих проектов. Ну а сам процесс бюджетный вы как в этом году оцениваете? Очень много депутатов в этом году говорит, что они не будут поддерживать этот проект бюджета на следующий год. Вам не кажется, что 226 голосов удастся собрать, если собрать, то с большим скрипом? Вы знаете, я думаю, более того, я уверен в том, что нам удастся получить большинство под поддержку этого бюджета. Тут несколько есть вещей, про которые мы должны говорить. В первую очередь, это бюджет, который был внесен вовремя. Если мы говорим, что всегда в последнюю ночь, знаете, очень сильно манипулируют, пытаются заложить какие-то вещи, которые потом имеют привкус в тех или иных информационных атак, то проект бюджета был внесен 15 сентября, и более двух месяцев, по сути, мы могли проговорить с общественностью, с экспертами, с международными нашими коллегами, с депутатами проработать текст бюджета раз. Во-вторых, мне кажется, этот бюджет сбалансированный. Что я имею в виду? Первое, это социальные стандарты. Вот мы посмотрели сюжет про пенсии. Абсолютно верно. Пенсии надо повышать. И мы не упрекали. Конечно. Поэтому мы должны понимать, что происходило со стороной последние 20 лет. Правительство сделало первый шаг. Мы подняли вдвое минимальную заработную плату. Раз. И второе, проект бюджета имеет где-то в районе 30 миллиардов инвестиционного ресурса. Это поддержка аграриев, это поддержка инфраструктуры, это поддержка машиностроения, это фонд энергопекинности. Это те инструменты, которые дадут толчок экономике, заработает экономика. Следующим этапом, конечно, будет реформа пенсионной системы. Пенсия должна быть справедливой. Это все мы понимаем. Но есть еще очень важный ряд задач, которые перед депутатами и перед правительством ставит МВФ. До конца этого года депутаты хоть что-то успеют принять для того, чтобы транш четвертый все-таки стал реальностью. Хотя бы в следующем году. Вы знаете, мы сейчас в парламенте, с учетом такого, скажем, ограниченного графика и пленарных недель, мы, по сути, фокусируемся на нескольких вещах. Первое, это наш бюджетный пакет и проект бюджета на 2017 год. Второе, это блок по местному управлению. Мы знаем, что с 13-18 декабря проводятся выборы в объединенные территориальные громады. У нас целый блок по местному управлению, потому что это очень ключевая реформа. И, по сути, мы посмотрели, что бюджеты объединенных территориальных громад и городов в этом году выросли порядка 70%. Значит, мы должны стимулировать и упрощать дальше этот процесс. Поэтому это задача в следующий год. И также это целый ряд законопроектов по поддержке энергоэффективности. Это энергоэффективность зданий и создание фонда энергоэффективности. Я думаю, что такая программа максимум вместе с рядом оборонных законов, та, которую мы предлагаем парламенту на следующие две недели. Ну, это все в идеале, конечно, но не будем забывать о том, что произошло сегодня. И, кстати, многие уже говорят о том, что, возможно, отставка министра. Вам не кажется, что многие политические вопросы сейчас отойдут на второй план, если развернется нешуточная борьба за кресло министра МВД? Вы, кстати, верите в то, что это возможно? Вы знаете, мне очень, наверное, расстраивает то, что такие трагические события, они приводят, в первую очередь, к каким-то политическим разборкам и обсуждению каких-то политических последствий. В первую очередь, я думаю, что те происшествия, которые сегодня произошли, они должны быть расследованы полностью и открыто. И как можно быстрее, и виновные должны быть все-таки наказаны. Конечно, и в первую очередь это соболезнование семьям погибших, а потом это уже... На всем соболезнование. Спасибо вам, Александр, за этот разговор. Александр Саенко, министр кабинета министра, был гостем подробно все недели. Ну, а мы с вами продолжим. 50-60 миллиардов гривен ежегодно. Вот столько чиновники крадут на госзакупках. И это только официальные данные, а значит, лишь вершина коррупционного айсберга. Даже поговорку придумали. Настоящий бизнес в Украине – это манипуляции с бюджетными деньгами. Остальное так – мелкая коммерция. С августа у нас заработала электронная система госзакупок Прозора, где можно детально проследить за проведением тендера. Это уже дало свои плоды. Появились первые сохраненные от казнокрадов миллиарды. Но украинского чиновника-вора так просто не взять. О новых схемах в обход Прозора. Руслан Смещук. Госзакупки – крупнейшая кормовая база тучных украинских коррупционеров. Ежегодно казнокрады превращают миллиарды гривен налогоплательщиков в собственные роскошные особняки, машины и яхты. В этом году по коррупции во время тендеров удалось нанести ощутимый удар. Заработала система электронных закупок Прозора. Теперь любой может на сайте службы проследить тендер. Ну, там десь больше 300 тысяч тендеров в системе, уже там под 8 миллиардов гривен экономии. Питание не в цифрах, питание в том, что сейчас кто-то завгодно их может побачить. Но воровать на госзакупках у чиновников традиция настолько давняя, что отказаться от нее невозможно. В скандалах засветилось сразу несколько гигантов, которые попытались Прозора обойти. Так МВД заподозрили в попытке купить новые патрульные кроссоверы по завышенным ценам. Хотя, как выяснили журналисты, изначально министр анонсировал цену каждого авто на 6 тысяч долларов меньше. Прийняти участь завдяки Прозоро мог быть кто. Проте свою пропозицию подав лишь один участник. Наши сахивцы взглянуть более декладно данную закупку. Была еще одна скандальная история, связанная с закупками МВД. 26 октября МВД разместила заявку на проведение тендеров по закупке обуви для полицейских на сумму в 27,5 миллионов гривен. В результате в аукционе приняли участие всего две компании, причем обе зарегистрированы по одному адресу. Город Житомир, улица Героев пожарных, 122. А разница между предложениями составила всего одну копейку на пару обуви. По указанному адресу нашему появлению совсем не рады. Девочки, выключи. Я его отнимаю. Его выключи. Одна надежда на НАБУ или прокуратуру. Может быть, они все же разберутся с подозрительным тендером. А это Днепропетровская область. И сразу два скандала. Сделать систему закупок прозрачной тут даже Прозора не может. В Днепровской мэрии поймали чиновников, которые на эфемерных ремонтах домов выпарили из бюджета. Реальных четверть миллиарда гривен. У подъездах села Бодинку провели поточный ремонт за 72 тысячи гривен. Ось результати. Зламані двери, дверки в підлозі и в вікнах. А чуть позже областная прокуратура выяснила, как в дороге Каменского, бывшего Днепродзержинска, лихо закатали бюджетные деньги. До бюджетской документации та до актов виконанных работ вносились те работы, які в ряде випадків не виконувались. А дані про закупівлю матеріалів, які також в ряде випадків фактично при будівництві автомобільних робіт та ремонтів не використовувались. Чиновники купили воздух за 16 мільйонів гривен. Діло вже в суді. Но є відомство, к якому нікакому прозору не підступиться. Це закритий гігант Міністерства оборони. С його колосальним бюджетом в 55,5 мільярдів гривен почти все свої закупки скриває за ширмой гостайни. Військової зброї, боєприпаси і модернізація цих речей, вони закупуються через державне оборонне замовлення. І лише 5% з цієї номенклатурі військової зброї, озброєння, боєприпаси закупуються через прозору. Але потрібна ли така секретність в США і Великобританні? Значительна частина вооруження – це інформація публична. Спеціалісти утверджають – радіостанції, рації, тепловізори і безпілотники можна закупати на вполне прозрачних основаннях. Впрочем, є і позитивні примери. Постоянний фігурант тендерних корупційних скандалів «Укрзалізниця» наоборот, поумерила свої апетити. Ми спостерігали кожного року серйозні порушення в закупівлях «Укрзалізниця». І, зокрема, мова йде про закупівлі «Шпал», який сьогодні там розслідує НАБУ. І для того, як НАБУ вже дійсно взялось серйозно, пред'явило підозри в цьому кримінальному провадженні особам, то ціна, в принципі, на наступну закупівлю, вона одразу знижилася автоматично. Звісно, к тратам цього ведомства особе внимание. Госкорпорация готовиться к грандиозному обновлению. До 2021 року на 108 млрд гривень там планирують приобрести сотні нових локомотивів і поїздів, а тысячи модернізувати. Для корупційнів такі закупки – іскушення непреодолиме. І якщо за ними не следить, в Україні появиться на нескільки чиновників-мільйонерів більше. Руслан Сміщук, Елена Миндалюк, Олег Решетняк, Вячеслав Фролов і Никита Ісайко. Подробності недели – телеканал «Интро». А на этой неделе сыграли в пинг-понг громкими коррупційными обвинениями Юрий Луценко і Александр Анищенко. Сначала генпрокурор заявив о том, що у нього є доказательства сотрудничества нардепа с российскими спецслужбами. І це вдобавок ко всім іншим обвиненням в адрес беглого депутата. Сам Анищенко с ответом не медлил і заявив, що сотрудничав вовсе не з ФСБ, а з ФБР. Т.е. передав американським правоохранителям якобы имеющееся у нього компромат на высшее руководство України. При этом сам Анищенко с детальным рассказом о том, в чём он обвиняет украинскую власть, появился в ефире одного із российских телеканалів. А историю с этими обвинениями подхватила западная пресса. Например, вот статья в одной из самых известных английских газет «Индепендент», фактически с пересказом заявлений Анищенко. В тексте о сумках с деньгами, которые якобы тратят на политический подкуп, и упоминания об СМСках, которые и должны свидетельствовать о теневых переговорах. Впрочем, наблюдатели здесь, в Украине, отреагировали на этот обвинительный пинг-понг скептически. Люди просто уже не верят, что такие разборки могут закончиться справедливым решением в суде. Всё-таки наши суды – это клондайк, где каждый участник процесса старается заработать, а не установить истину. Мы разберёмся с этим, но сразу после рекламы, как разберёмся и с другим вопросом. Только что наша редакция получила оперативное видео, которое, я так понимаю, раздавалось Министерством внутренних дел, о первых задержаниях после сегодняшней трагедии, которая развернулась в селе Княжичи под Киевом. Кого задержали стрелявших или тех, на кого устраивали засаду, обо всём этом через несколько минут перерыва. Латка на латке. По каким швам затрещал проект бюджета 2017 и остаётся ли шанс на повышение пенсии и других социальных стандартов? Под тенью мантий. Кто превращает украинские суды в частные предприятия? И как выгнать из системы бриллиантовых прокуроров и судей? Лечить или залечить по-новому? Оздоровлением или вымиранием нации обернётся для Украины стартовавшая реформа медицины. Нормандское распутье. Почему дорожная карта по Донбассу оказалась в тупике? Это подробности недели. Мы продолжаем. Спасибо, что дождались. Как я и анонсировал перед перерывом на рекламу, МВД действительно опубликовало первое видео, касающееся сегодняшней трагедии в Княжичах. Напомню, ночью там сошлись в перестрелке два подразделения МВД. В результате пять погибших полицейских. Я уже успел просмотреть это видео. Там показано задержание людей, на которых якобы была организована эта засада. Видео очень интересное. Оно порождает несколько вопросов. В общем, в принципе, таких же, как и сама запутанная вся эта история с перестрелкой в Княжичах. Покажем через несколько минут. Дождитесь. Ну а пока, как я тоже анонсировал, мы поговорим с вами об украинских судах. Не в поисках истины, но в поисках заработка. Наши суды уже давно стали закрытыми бизнес-предприятиями, где за скромными бюджетными зарплатами служащих скрываются огромные теневые гонорары. Нереформированная судебная система сейчас это абсолютно коррумпированная структура. Сколько же стоит правосудие? А предприятие под названием Суд. Елена Мечасова. Элитная недвижимость, дорогие машины и горы наличных. Если верить декларациям украинских судей, окружить себя роскошью можно, живя на одну зарплату. Не верите? Смотрите. 200 тысяч гривен в год более чем достаточно. Правда на стороне закона, говорите, невиновен, значит оправдан. Он согласился раскрыть нам тайны предприятия под названием Суд. Ничего личного, только бизнес, говорит адвокат. Из системы выпасть боится, но правду говорить готов. С закрытым лицом. Судебная система заточена на принятии решений, условно, скажем так, заказчика. Все судьи повязаны между собой. Они ищут заинтересованность финансовую. Ищут дела, которые могут принести им прибыль. Сколько зарабатывают на законе вне закона? Гадать не надо. Преискуран судейских услуг гуляет в интернете. К примеру, выйти из СИЗО по домашний арест можно за 5 тысяч долларов. Дороже потянет закрытие уголовного производства или переквалификация на более мягкую статью. Это уже от 10 тысяч деленых. Три раза больше потребуют за волшебство над статьей умышленное убийство. Превратить его в неумышленное или в самозащиту. Своя таксия и в хозяйственных судах за отмену ареста с имущества в Инда положь 2 тысячи долларов. А если речь о разделе предприятия, суммы могут распугнуть и до 6 нулей. Главное найти нужный вход на это теневое предприятие. Очень сложно поймать судью за руку на взятки. Все судьи берут взятки через проверенных людей. Это доверенные лица напрямую с заказчиками, клиентами. Никто никогда не общается. Если право доходит к суду, гарантий сторони, на бою которой должен быть закон, нет. Есть очень большой влияние других факторов, как майновых или политических. Все, что нажито непосильным трудом. Особняк, несколько квартир, личная церковь, пять гаражей, земельные участки. Скромная судья из Днепра Наталья Петренко своей нескромной декларацией ошеломила общественность. У нее стоимость одной квартиры задекларирована. То есть это суммарно 4-5 лет работы. То есть она, получается, работала с 60-х годов, копила или как? Судебный бизнес госпожи Петренко превратил в семейное дело ее супруг. Игорь Петренко также работает судьей в том же хозяйственном суде. И у него за душой внушительные по из земли два добротных дома и квартира. В чем секрет финансового успеха Читы в Мантиях? Узнать нам не удалось. На работе их не застали. Да, на отпуске надо. В отпуске? Да, на работу, в отпуске. Дома тоже никого, сообщила репетитор по музыке. А вы не знаете, они куда-то уехали отдыхать? Просто на рабочих узнали, кто они в отпуске. Ну да, вот потому что в отпуске их нет. О-о-о-о, они ведут руки. Нет, я. Ух. Да, не знаю, и сручей их нет. Где же пара дорогих судей и почему ими еще не занимается прокуратура? Это неудивительно, говорят активисты, ведь судебная бизнес-система своих не сдает. Это задержание помнят все пачки налички, оружие, драгоценности и 65 бриллиантов на полмиллиона долларов. Бриллиантовых прокуроров Шапакина и Корнейца целый год пытались упрятать за решетку. Но тщетно. Они на свободе, с их имущества снят арест и даже декларируют непомерные доходы. Нетрудовые доходы прокуроров и судей считают они, активисты проекта про суд. У ребят гигабайты компромата на служителей Фемиды. Из-за чрезмерного любопытства их пытаются приструнить. Судья Голосеевского райсуда столицы Елене Первушиной не понравилось, что и декларацию решили проверить. Это дом, который есть в декларации Елене Первушиной, он принадлежит ей человеку, точнее, последующему человеку. Она не проживает в своем доме, поэтому фактически в месте ее проживания она не задекларировала. Не задекларировала судья и свое авто. Активисты попытались сфотографировать ее в нем, но Первушина скрылась. А спустя несколько дней к одному из расследователей нагрянула с обыском прокуратура. А все потому, что судебная система не любит любопытных людей в мантиях и погонах в круговой поруке. Даже бывший судья Калядник Игорь Зварич, отсидевший за взятку, пытается вернуться в обойму. Хочет восстановиться в должности главы Львовского административного апелляционного суда. Накалядует ли Зварич себе на судейскую должность? Вопрос. Ведь однажды система его уже сдала. Действительно ли судейская мафия бессмерта? Переломить хребет этой гидре, возможно, смогут антикоррупционная прокуратура и антикоррупционные суды. Главное, чтобы и они не стали частью предприятия под названием суд. Елена Митяцева, Елена Миндалюк, Геннадий Никенко, Сергей Килинник. Подробности недели в телеканал Интер. Хочется надеяться, что все-таки окажутся в суде все виновные в сегодняшней трагедии в Княжичах. И что этот суд будет справедливым. Ну, а пока банду грабителей элитных киевских пригородов, за которыми и охотились якобы силовики, якобы поймали. Об этом показательно отчитался временный руководитель нацполиции перед президентом. По словам Трояна, СБУ, Генпрокуратура и полиция проводили расследование. Они выслеживали банду, которая занималась разбоем в форме правоохранителей. Ну, а сегодня утром на въезде в Киев оперативники поймали бандитов, которые на микроавтобусе Мерседес приехали к двум заблаговременно подготовленным машинам. Тойота Лэнд Крузер. Всех их задержали. Это видео опубликовало МВД. В автомобилях нашли арсенал оружия, боеприпасы и спецоборудование. Ну, посмотрите сами внимательно. Это видео слишком напоминает показательное выступление. И задержанные очень чистенькие. И оружие, вот оно сейчас появится на ваших экранах, оно хранится, я просто видел уже это видео, будут показывать содержимое багажников. Вот этот арсенал оружия, он похож на выставку оружейников, больше чем на стволы, которые реально могут брать с собой на преступления бандиты. Ну, посмотрим, что правоохранители выдадут еще и завтра, и будем внимательно следить за этим скандалом. Я вам уверен, он будет основным и ключевым не только на следующей неделе и в украинской политике, и в украинском социуме. Пока же вернемся снова к новостям этой недели, которыми политикам все-таки придется заниматься. Куда пациент, туда и деньги. Под таким почти рекламным слоганом Кабмин презентовал концепцию медицинской реформы. Она будет проведена в несколько этапов. Первый, уже со следующего года, в Украине введут национальное медицинское страхование. Каждому выдадут страховой полис. Бесплатно. Налоги украинцев будут стекаться в нацагентство медстрахования. Именно этот оператор будет заключать контракты с больницами и контролировать качество их услуг. Каждый украинец может выбирать себе и врача, и больницу. Как коммунальную, так и частную. Государство будет оплачивать только первичную помощь. На каждого пациента заложат 200 гривен в год. Остальные медуслуги станут официально платными по четко расписанному прайсу. Убьет ли это взяточное число в наших больницах? Ведь сейчас наша бесплатная медицина обходится пациентам ой как дорого. Теневые расценки проверила Алла Матюшок. Капельницу поставили с лекарствами. Уколчики сейчас будем делать. Таблеточки приняли. Гимнастику сделали. 50 движений руками и 30 движений ножкой. Поставить супругу на ноги. Теперь главная задача Константина Павловича. Она слегла с инсультом. И дедушке в свои почти 90 лет пришлось осваивать профессию реабилитолога. Он лучше любого врача заботится о своей больной. Ведет дневник в состоянии здоровья и даже составил график процедур. Ведь рассчитывать особо не на кого. Ну и конечно регулярно бегает в аптеку. Капельницу 830 гривен. Памперсы, потому что она только лежачая. Вот это тоже прилично 200 гривен с лишним. Сколько стоит подняться после инсульта, хорошо помнит Елена Григорьевна. И еще одна пациентка неврологического отделения. Где-то 15 тысяч ушло. Закупка на несколько дней 950 рублей. Тысячу рублей. Очень дорого все. Это марат какой-то. Мы же пенсионеры, что я пенсию имею тысячу-полторы. Да и старики, говорит бабушка, никому не нужны. Полгода назад в Вышгородской больнице ее даже спасать не хотели. Вспоминает, хоть и лежала парализованная. Все слышала. Посчитали, что я старая, никчемная. Уже 86 бабок. Все ушли, меня бросили. Никто за ночь не заглянул. Но если в больницах без денег не торопятся лечить, то в некоторых регионах пациенты вообще рискуют не дождаться скорой. Волынская область, Голубы. Здесь одна бригада обслуживает 33 села. Скорая уехала. Ждите. Если фельдшер на вызове, то и на самой станции скорой помощи закрывают двери и вешают вот такую табличку. Если кто привезет больного сам, поцелуют замок. Люди не задоволены тому. И доброе, что где-то тут по Голубах у нас близенько, то у нас скоро вертается. А как идут в дальнее село 25-30 километров, естественно, у нас сразу не вернется. О том, чтобы врачи приезжали на вызов за 20 минут, согласно требованиям Минздрава, пока не может быть и речи. Изменится ли эта ситуация, неизвестно. По новой концепции медреформы еще и неэффективная райбольница закроют. Тогда скорым придется мчать не из села в район, а из района в область. Минздрав дал месяц обл.администрациям, чтобы те представили свои предложения по количеству и составу округов. Их перечень Кабмин должен утвердить до 1 февраля. А вот уже с 1 апреля, это еще одно нововведение, начнет действовать программа реимбурсации. Пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, астмой и сахарным диабетом второго типа, именно от этих болезней самая высокая смерть в стране, государство будет возмещать стоимость препаратов. Из бюджета на следующий год обещают выделить полмиллиарда гривен. Но и здесь есть свои нюансы. Мне дают там 10 вариантов одного и того же лекарского засоба. Найдешевший я отримаю безкоштовно, за інший я доплачу 3 гривни. Была такая идея вести так называемый медиан. И сюда, в ней дешевший, потрапляют лише украинские виробники. Тут все очень хорошо видно. Если вот они эту медиану горят, они отчекают вообще лекарства инземного виробництва. Также неясно, говорит Ольга, почему в программу реимбурсации не включили диабет первого типа. Забыли или отсекли. Таким, как пенсионерка Людмила, без этой помощи не выжить. Единственное, что в поликлинике получала инсулин. Но если меня вычеркнут инсулина, извините, если я не уколюсь раз, не уколюсь два, я четыре раза в день колюсь. Это будет диабетическая помощь. Людмила надеется, что Минздрав устранит прорехи. Ведь от решения чиновников зависит судьба таких, как она. С тем, что медицину необходимо срочно реанимировать, согласны все. Но главный вопрос, когда увеличится финансирование. Ведь 46 миллиардов гривен в год катастрофически мало. Я думаю, что в бюджете можно найти средства, достаточные для того, чтобы помочь вот таким пенсионерам, пожилым людям, которые отдали всю жизнь работе, труду. А сегодня им нужна помощь. Алла Матюшук, Иннобелецкая, Марьяна Бурякова, Вадим Сверидонов и Николай Василюк. Подробности недели. Телеканал Интер. Реанимировать украинское здравоохранение вроде как пытаются давно. Страховую медицину обещают уже лет 10, но пока дальше обещаний дело не идет. А медицина остается одной из самых коррумпированных сфер. Презентованная реформа рассчитана на 3 года, но хватит ли этого времени? К примеру, Грузии понадобилось 12 лет. Старт был похож на нас. Еле пульсирующая медицина, устаревшее оборудование, тотальная нехватка лекарств и врачи, которые жили не за счет зарплат, а за счет взяток. Но несколько лет назад там все кардинально изменилось. Грузинский рецепт расскажет Юлия Ментель. Когда приходишь в грузинскую больницу, мало верится, что это тоже постсоветская страна. Тут нет таких знакомых до боли нам. Грибка на стенах, продавленных кроватей и унылых бесконечных очередей. Свежий ремонт, приличная мебель и современная медицинская техника. К этому набор всех необходимых лекарств. А вместо живой очереди система записи. Это одна из лучших тбилийских больниц. Но при этом она доступна для всех. Студентка Нана сегодня после консультации у врача узнала, что ей нужна небольшая операция. Как ее оплатить, девушка не беспокоится. Я могла бы позволить себе заплатить 90 лари. Надеюсь, остальное мне оплатят. 90 лари это около 900 гривен. Остальное оплатит государство по программе страхования. Она действует в Грузии вот уже несколько лет. Варлам Гуришвили только что перенес серьезную операцию. 90% заплатило государство. Если бы государство не помогло, я бы не смог здесь пролечиться. Государство оплачивает от 50 до 90% лечения. Все зависит от конкретного случая. Цену определяет больница, которую выбирает сам пациент. К слову, теперь большинство больниц и аптек в Грузии частные. Чтобы оживить умирающую медицину, тут ее превратили в бизнес. Деньги от продажи медучреждений пустили на ремонты. Сократили койки и персонал. Многие врачи остались без работы. Выздоровление грузинской медицины вначале проходило болезненно. Да и все ли довольны сейчас? Мы отъехали чуть дальше от столицы. В сельской местности, где доходы у населения, мягко говоря, скромные, к реформе относятся более скептически. Все равно дорого. Но, тем не менее, и в личных разговорах, и на камеру сознаются. Государство все равно частично оплачивает лечение. Условия стали лучше, а взяточничества нет. Тут, в провинции, люди живут совсем небогато. Работы нет. Оплачивать медуслуги даже частично накладно. Дорого, да? Очень дорого. Если вот скорая придет и заберет из дома в больницу, это бесплатно. А если сам придешь в больницу и что-нибудь хочешь обслужить, это бесплатно. Раньше жалуются было хуже. Медреформа была шоковой терапией. Особенно тут, в селах. Ведь вначале страховка в Грузии была частной и для большинства недоступной. Чтобы получить лечение, люди продавали имущество. Сейчас страховые обязательства на государстве. Медицина стала доступнее. Мне сейчас нравится наша новая больница. Лучше, чем была. А вот и эта больница района Душанти. Она обслуживает 26 тысяч людей. Еще в прошлом году к ним на вызовы врачи ездили на двух разбитых УАЗиках. Сейчас на новых Фольксвагенах. И новые тут не только машины. Вы сами видите, наверное, это абсолютно новая больница. Это отремонтировано. Капитальный ремонт сделали после реформы. И закупили новое оборудование. Абсолютно все новое оборудование. И лаборатория, и УЗИ, и рентген, и все. Но вот чем в Грузии хвастаться не принято, так это зарплатами. Главврач больницы Душанти, как и другие, свою не называет. А что бы вы сказали, если бы вы услышали, что в украинского доктора, вот в каком-то регионе, со стажем, там, 20-30 лет, заработная плата 50, 70, 80 долларов? Ну, это мама. По сравнению с нашими заработками. За кадром уже в Тбилиси нам расскажут, что средняя зарплата доктора со стажем – 1000 долларов. Надо быть это слабоумним или там ненормальным, что после того, как получают какие зарплаты, еще получат взятки какие-то. Так комментирует победу над коррупцией замминистра здравоохранения Валерий Кварацхелия. Он – продолжатель медреформы, которую начали еще в 2004-м. Больше трех миллионов человек уже использовали эту программу. Люди получили возможность абсолютно бесплатно или там со финансированием 10% сделать себе уникальные кардиохирургические операции, онкологические операции. Получают химиотерапию бесплатно, получают кучевую терапию. Но помимо очевидных плюсов, у грузинского медицинского чуда есть существенный минус. На поддержание здравоохранения Грузия тратит солидную часть бюджетных денег. И выдержит ли казна маленькой страны такую колоссальную нагрузку? Юлия Мендель, Евгений Каминский из Грузии. Подробности недели, телеканал Интер. А вот станет ли украинская медреформа за здравие или за упокой – это вопрос. В этом году на медицину из госбюджета выделили 50 миллиардов гривен. В проекте на следующий заложили немногим больше. Хватит ли этих ресурсов, чтобы запустить анонсированные изменения? У нас ведь как? Деньги на необходимое в бюджете находятся скрипом. А вот на фантастические, например, зарплаты избранным – легко. Нафтогаз увеличит зарплаты председателю и членам правления в 10 раз до 40 тысяч долларов в месяц. В переводе на гривни получается 1 миллион. При этом в бюджете ломают голову, как наскрести деньги на обещанное повышение минимальной зарплаты и как поднять минимальные пенсии. Какие еще болевые точки проекта бюджета в нашей короткой справке? 3% роста ВВП заложено в новом проекте бюджета. В МВФ однозначно говорят – нет, она завышена. Ведь состояние украинской экономики оставляет желать лучшего. К тому же нужно будет отдавать и внешний долг. А это около 70 миллиардов гривен. Да и сами доходы пока условны. Например, 10 миллиардов, которые рассчитывают получить от спецконфискации, пока очень эфемерны. Ведь самого закона про спецконфискацию еще нет. И договориться по нему депутаты никак не могут. И из бюджета этого года эти доходы уже выпали. Еще один источник пополнения казны не менее спорный. Это приватизация госпредприятий. От мега распродажи власть надеется получить 17 миллиардов гривен. Удастся ли? Ведь главный вопрос – что продадут, когда и за сколько. Ведь план по приватизации в этом году провалили полностью. С расходами ситуация тоже неоднозначна. Солидные суммы больше 100 миллиардов гривен бросают на усиление силового блока. При этом медицинное образование в пролете. Пенсию оставляют ниже уровня выживания. На повышение зарплат до 3200 гривен ресурсы нашли. Но эксперты уже опасаются, что брать эти деньги будут из карманов предпринимателей. На субсидии заложили 50 миллиардов гривен. И этого явно не хватит. Ведь чтобы выплатить всем украинцам субсидии за коммуналку, сумма должна быть гораздо больше. В следующем году их будут получать около 9 миллионов семей. При этом власть бросает себе спасательный круг. В проекте написано, нормы и гарантии в бюджете будут выполнены, исходя из финансовых ресурсов. То есть Кабмин может отказаться от любого своего решения, если денег не хватит. Но, к сожалению, зависит украинская экономика не только от украинских политиков. Куда более зависима она от политики мировой. Получит ли Украина обещанную Америкой финансовую поддержку? Или новоизбранный президент не будет настолько щедрый и урежет ненужные траты? На каком месте в приоритетах Трампа Украина? Дипломаты всего мира пытаются просчитать, как после 20 января изменится политика Белого дома. А вместе с ней и расклад сил во всем мире. Дмитрий Анопченко продолжит. Время идет неумолимо. Осталось чуть больше месяца до кардинальных перемен. И это не просто. Трамп сменит в этом здании Обаму, а республиканцы заменят демократов. Тут, в Вашингтоне, кого не спроси, журналисты, политики, эксперты, все предсказывают резкую смену курса. Все все понимают. Вот только никто не может точно сказать, а что именно изменится. Как он скажется, фактор Трампа. Недавние заявления нового президента стали первыми сигналами. При нем многое будет по-другому. Слова о той же Кубе, мол, готов пересмотреть сделку, заключенную Обамой. Или, к примеру, о Ближнем Востоке, что хочет стать тем человеком, кто заключит мир между Израилем и палестинцами. Но это были лишь намеки. Трамп раскрыл карты в Огайо, где стартовал победный тур. По штатам, которые за него проголосовали. С этого момента интересы Америки будут на первом месте. Да, на первом месте. Вроде бы та же картинка, что и во время избирательной гонки не отличишь. Но теперь к своим сторонникам обращается уже не кандидат Трамп, а президент Трамп. А значит, ему нет смысла играть на публику. И каждое его слово станет действием. Да, мы потратили 6 триллионов долларов на Ближнем Востоке. И Ближний Восток сейчас хуже, чем был когда бы то ни было. Вы увидите перемены. И очень скоро мы не будем свергать режимы и правительства. Наша цель – стабильность, а не хаос. Потому что мы хотим восстановить нашу страну. Пора. Трамп говорит во многом не как политика, как бизнесмен. В Штатах хватает проблем, куда страна могла бы потратить эти триллионы. Даже безработица, здравоохранение. К тому же новая команда собирается сокращать налоги. А значит, нужно урезать и расходы. Просто нашим приоритетом номер один будет экономика. Добиться роста, дать работу. Вот что сейчас для нас самое важное. Так что, похоже, в Штатах меняются не только и не столько приоритеты. Меняются правила игры, которые, в свою очередь, могут изменить мир. Уже сейчас понятно, что Трампу будет не до многих проблем, которые были ключевыми для Обама и Керри. Что его холодной войной станет совсем другое сражение. Против исламского государства за пределами страны и радикального ислама в ее пределах. Если администрация Обамы была готова тратить миллиарды, пытаясь влиять на процессы по всему миру, то Трамп, похоже, выберет два-три ключевых направления. В них он будет жестким. А остальное может уйти из списка приоритетов. И очень важно, чтобы в этом списке осталась Украина. А ситуация непростая. Это прошло незамеченным, но в текущем году Сенат уже не успеет одобрить продление жестких санкций против России, которые Вашингтон ввел после захвата Крыма. О сливе голосования авторитетному фориен-полисе сказал как раз тот самый сенатор Боб Коркер, которого сегодня сватают в государственные секретари Соединенных Штатов. По крайней мере, шансы занять эту должность у него хорошие. Коркер признался, проголосовать за продление этих санкций еще на пять лет этот состав Сената уже не успеет. Просто не хватит времени. Конгресс провести санкционный законопроект до конца декабря не успеет, признался Коркер. Скорее всего, могут не проголосовать и акт о стабильности для Украины, который запрещает президенту ослаблять санкции против Москвы без согласия Конгресса. В подвешенном состоянии и финансовая поддержка. В американском бюджете на противостояние российской агрессии заложен почти миллиард. И большую часть этих денег должен получить Киев. Но с марта контроль над расходами получит Трамп. Пожалуй, впервые дипломаты всего мира не понимают, какими будут последствия смены власти в Белом доме. И, похоже, остается только ждать. Ждать января. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Возможно, уже после смены власти в США прояснится и судьба переговоров по Донбассу, которые пока что с участием европейцев не приносят существенных результатов. Вот на этой неделе состоялась встреча министров иностранных дел нормандской четверки в Минске. Сообщение после нее, ну, одно пессимистичнее другого. Наблюдатели говорят даже, что нормандский формат нежизнеспособен. Насколько это серьезно? Давайте обсудим с Татьяной Лагуновой, нашим корреспондентом в Берлине. Ведь долгое время именно Германия была основным локомотивом переговоров по Донбассу, который не давал сторонам уж слишком откровенно показывать свое нежелание идти на уступки. Татьяна, я тебя приветствую. Скажи, вот твои ощущения, в Германии еще не разочаровались в самом этом процессе переговоров? Все-таки это уже далеко не первая встреча без конкретных результатов. Да, Алексей, успешную встречу нормандской четверки в Минске назвать сложно. Да и сами главные дипломаты Украины, России, Франции и Германии не скрывали, что по сути они договорились договариваться дальше. Дорожная карта по выполнению минского пакета, которую министры должны были разработать до конца ноября, то есть на этой встрече, и передать на рассмотрение лидерам нормандской четверки не согласовано. Нет даже чернового варианта. Причина фундаментальная разногласия в вопросе, какой должна быть очередность выполнения пунктов минских соглашений. И, кстати, представитель Украины на минских переговорах, экс-президент Леонид Кучма на днях заявил, что дорожную карту не согласуют и до конца года, а значит и лидеры нормандской четверки в ближайшее время не встретятся. Но, несмотря на все это, от минского процесса Европа и прежде всего Германии отказываться не собираются. Немецкий министр иностранных дел Франк Вальтерштайнмайер даже заявил, что он заметил, хоть и небольшой, но прогресс. Мол, дорожной карты нет, зато есть ряд договоренностей, которые могут подтолкнуть стороны к чему-то большему. В Минске решили увеличить количество зон для отвода войск на Донбассе с 3 до 7 и договорились об обмене пленными до конца года при участии Красного Креста. Вот что по этому поводу заявил сам Штайнмайер. Я говорил с президентом Международного Красного Креста, и мы детально обсуждали эту тему и на этой встрече. Я могу сказать, что, кажется, есть некоторые подвижки. Речь идет о том, что Красный Крест получит доступ к пленным и сможет помогать при их обмене. Ну и понятно, что работа над дорожной картой будет продолжена. Сроки, озвученные после саммита лидеров нормандской четверки в Берлине, уже вышли. Новая дата никто не называл, так что когда она появится в декабре, в январе или еще позже, пока не ясно. Но все равно эту дорожную карту придется согласовать, хотя бы потому, что в одном все участники нормандской четверки едины. Альтернативы Минским соглашениям нет. Алексей? Спасибо, Таня, за работу. Татьяна Лагунова была с нами на прямой связи из Берлина. Но, а как в этой ситуации, когда и альтернативы нет, и результатов, должны вести себя украинские дипломаты? И на что вообще рассчитывает сейчас политическое руководство Украины? Мы обсудим с Ириной Герасченко, первым вице-спикером Верховной Рады и уполномоченным президента по мирному регулированию на Донбассе. Ирина, я вас приветствую. Скажите, почему опять безрезультатно закончилась встреча в нормандском формате, на этот раз в Минске, на уровне министров иностранных дел? Вообще, вы верите, что в ближайшем будущем удастся согласовать дорожную карту по выполнению Минска? По-перше, варто отзначити то, что за наполяганием украинской стороны, вперше, при встрече в нормандском формате министров иностранных дел, ключевой была самая гуманитарная тема. И, похоже, это стало великой несподимой для представителей Российской Федерации, которые привыкли гуманитарную тему, откладывать там, знаете, в какой-то 105-й ящик и приделять этому третийсортную увагу, хотя это неправильно. А что касается того, что не удалось договориться про дорожнюю карту, то апріори, еще перед этой встречей, представители Украины заявили про то, что мы будем наполягать на том, что мое быть выполнение Минских угод по-черковое. И первый блок, это, очевидно, блок безопасный, другой, это гуманитарный. И потом, в последовательности, только можно переходить до политического блоку Минских угод. Мы дякуем нашим партнерам по нормандскому формату, Немеччине и Франции, которые так же осведомляют важность именно безопасного и гуманитарного блоку. И именно с гуманитарного блоку начали эту важную, непростую встречу, главующий, министр закордонных справ Німеччины, пан Штенмайер. Но Российская Федерация наполягала на том, что давайте обговорим только политический блок. И, очевидно, что сразу приехала, без большого желания, взагаля узгодживать позиции по дорожней карте. Поэтому, когда стороны апріори съезжаются, не имея точек дотику, это говорит о том, что не можно такую карту там было бы и затвердить. Горосерина, но вот здесь иногда у меня возникает логичный вопрос. А что может заставить Россию выполнить все-таки свою часть обязательств? В первую очередь, тиск, тиск всього света, в том числе через санкции на страну-агресора, до тех пор, доки она не припинить свои агрессивные действия, чи то в Украине, чи то в Сирии. Очевидно, что сегодня мы видим, что Российская Федерация, ну, мягко кажучи, отморозилась, знаете, в выполнении Минских угод. И очевидно, что она сподевается, там, очевает новую администрацию в СССР, чему-то считая, что США могут изменять позицию по отношению к Российской Федерации, хотя очевидно, что позиция этой страны не изменится вне зависимости от администрации. Весь свит цивилизованный защищает права люди, повагу к суверенитету іншой страны. Так же Российская Федерация, это не секрет, очевидно, выборов в Німеччині, выборов в Франции, сподеваясь, что ключевые страны Европейского Союза так же помягчат свою позицию по отношению к России. Но сегодня мы видим, что весь свит демонстрирует единство поддержки Украины. И мы надеемся, что уже в середине грудня, подчас саммиту Европейского, который будет в Брюсселе, саммиту ЕС, будут продолжены санкции против Российской Федерации, заповнены выполнение Минских угод, потому что никакого пункта не выполнено. Понятно. Ну вот, кстати, сейчас о выборах, поговорю со зрителями, в Европе. Евросоюз меняется, и уже в следующем году вполне возможно, что намного сложнее будет сохранять европейцам солидарную позицию по санкциям против России. Например, сегодня в Италии проходит конституционный референдум. Если итальянцы не поддержат предложение премьера Ренце об увеличении полномочий правительства, премьер уйдет в отставку. Означает это новые выборы, на которых в власти вполне могут прийти евроскептики. Среди самых жутких возможных последствий референдума эксперты предвлекают даже крах еврозоны. И вот по данным последних соцопросов, похоже, что Матфео Ренце все же придется покинуть пост главы правительства. Но не будем загадывать наперед, дождемся все-таки окончательных результатов. Наиболее важными для судьбы Евросоюза станут выборы президента Франции следующей весны. Президент Франсуа Алан уже заявил, что на выборы не пойдет, и его можно понять, рейтинг слишком низкий. На праймере с республиканцев победил Франсуа Фион, критик нынешней политики страны. Именно ему предстоит сразиться с Марин Лепен, популярность которой стремительно растет. И они оба, и Фион, и Лепен, мягко говоря, не самые большие еврооптимисты. И вот что можно сказать уже почти точно верной, прежним европейским взглядом остается только Германия. Рейтинг канцлера страны Ангела Меркель, которая заявила о готовности еще раз возглавить парламент, стабильно высокий. Вернемся к разговору с Ириной Герашенко. Ирина, вот в свете мною только что сказанного, как вы оцениваете все эти события, ну и к чему стоит готовиться украинской дипломатии? А вы знаете, очевидно, что сегодня конъюнктура европейская непростою. Потому что перед Европейским Союзом стоит низкая серьезных вызов, начиная от Брекзита, заканчивая миграционной кризой. Действительно, врастает количество популястических настроек, евроскептических в самом Европейском Союзе. Но в Украине свои делать. Хочу нагадать и ведущему, и всем глядачам телеканалу «Інтер», ну, згадайте, кілька месяцев еще тому, какие йшли розмови всюду, что санкции, они не будут пролонгованы. Санкции будут помягчены, но это не так. И, до речи, ключевую договоренность, которая прозвучала под час саммиту Украины ЕС, который произошел с украинской стороны президента Украины и руководства Европейского Союза в Брюсселе, а минулого тижня, наприкінці листопада, саме стало то, что Европейский Союз еще раз очень четко заявил, что санкции против Российской Федерации, заполненные выполнение Минских угод, они будут продолжены. Спасибо, Ирина. Зрителям напомню, мы общались с первым вице-спикером Верховной Рады и уполномоченным президентом по мирному регулированию на Донбассе. Спасибо вам еще раз. Ну, а мы переходим к другой теме. Прощай, команданты. Сегодня похоронили Фиделя Кастро в его родном городе Сантьяго де Куба. На церемонию приехали 20 мировых лидеров, в основном из Латинской Америки, а еще старый друг Фиделя, футболист Диего Марадона. Все началось рано утром, в символическом революционном духе. Начало похорона знаменовал 21 артиллерийский залп, после чего брат покойного лидера и нынешний президент Кубы, Рауль Кастро, пообещал продолжать дело брата и защищать родину и социализм. Но родина-то ведь уже меняется. О Кубе, который уже не будет. Посмотрите в нашем сюжете. Куба, любовь моя, остров Зари Багровой. Остров Зари Багровой, Пальмоворомовый остров свободы. Для миллионов советских граждан Куба солнечная мечта, далекая и близкая одновременно. Страна революционеров с харизматичным лидером. В бессменном мундире, который только в старости он поменяет на спортивный костюм. Фидель Кастро 60 лет правил Кубой. Для одних герой. Плачу, потому что кубинец. Я родился в Сантьяго, вырос в Гаване. Здесь каждый чувствует то же, что и я, потому что он был отцом для всего мира. Для других тиран и диктатор. Кубинцы хотят свободы, свободу кубинцам. Кастро должны уйти и не трогать то, что им не принадлежит. Куба должна быть свободной, и Трамп нам в этом поможет. Да здравствует Куба, он ушел, его больше нет. Несомненно одно, Фидель Кастро стал мировым брендом. Как и его растиражированный на футболках революционный соратник Че Гевара. Как и подобает символу, с Фиделем прощались картина. На открытом советском УАЗе, украшенном белыми цветами, прах команданте провезли по следам революции. Все началось в 1959 году. 2 января повстанцы в околове с Кастро вошли в Гавану. Батиста бежал, его соратники были казнены. А Фидель восславил Кубу. Далее все по хорошо знакомому сценарию. Землю крестьянам, крупные банки и предприятия к государству. Полный разрыв отношений со штатами и дружба с советами. Но революционный раж быстро сменил унылый быт. На Кубе начинается тотальный дефицит. Все товары выдают по карточкам. Вводят в систему запретов. А еще появляется целая сеть тюрем. И начинаются репрессии. На плотах с острова Свободы уплывают миллионы несогласных. В числе беглецов даже дочь и сестра самого команданта. Кастро пытаются убить сотни раз. Но он на редкость живучий и стойкий. Однако несгибаемый Фидель все же проявит гибкость. После развала Союза, когда на Кубе начнется голод, он разрешит мелкий бизнес. Сейчас Куба страна, похожая на декорации к фильму. С американским автопарком 50-х и разрушенными колониальными зданиями. Но декорации уже начинают менять. Мы никогда не узнаем, во что превратилась бы Куба, не будь революционера Фиделя. Но уже очень скоро увидим, каким станет остров Свободы без Кастро. Людмила Панасюк, подробности недели, телеканал Интер. Ну что ж, сами видите, какой тяжелой получилась эта неделя. И стрельба в княжечах, и пропавший министр Аваков, и обвинения вокруг, и по делу нардепа Анищенко. Еще и бюджет, и все эти законопроекты, которые депутаты должны рассмотреть за оставшиеся в декабре всего лишь 8 рабочих дней. Переговоры в Минске. Вы представляете, какой может быть следующая неделя? Похоже, скандалов и конфликтов будет еще больше. Но главное, конечно же, чтобы появились хотя бы первые результаты расследования перестрелки между силовиками, которая, к сожалению, произошла сегодня. За всем этим будем наблюдать в течение ближайших 7 дней. И обо всем главном, как всегда, расскажем вам в подробностях недели в следующее воскресенье. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»